Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодня я буду есть китайскую еду. Я в гостях у нашего друга, и у него куча, куча, куча всякой китайской еды. Я уже кое-что пробовала, но я бы очень хотела вам показать, потому что это всё так необычно и странно. Что-то вкусно, что-то не очень, но это дико интересно, поэтому давайте начнём. У меня тут куча пакетов. Я какие-то вам покажу, какие-то из них несъедобные. Их надо только готовить или что-то там обрабатывать, потом уже есть. Но посмотреть всё равно интересно. Начну, наверное, с несъедобного. Это вот такие чили. Я думаю, они везде продаются. У нас в Сиднее они продаются очень часто, и я сама их периодически покупаю. Они у меня лежат в банке очень долго, но, тем не менее, готовить с ними просто класс. Они как таковую остроту никогда не дают блюду, но они дают такую пряность, такой густой аромат чили. Свежие чили, да, они будут вам давать супер остроту. Это будет остро, но не как возможно ожидать. Их, конечно, вы не будете кушать уже в готовом виде. Они просто как бы для придания вкуса. То есть из готового блюда их уже никто не ест. Я много раз видела в ресторанах все эти чили сухие, они остаются на тарелке. Вот они такие. Я не буду их доставать, потому что потом руки будут в чили. Потом я нашла вот это. Он не разрешил все показывать, поэтому я порылась на кухне. А это, я как понимаю, лилия и засушенные какие-то из лилии вот такие штуки. Не знаю, честно говоря, не знаю для чего. Сейчас я достану. Ну, знаете, здесь вообще лепестки лилий. Они не очень пахнут, но интересно. Он придет, я у него узнаю, для чего это, и вам напишу. Так, дальше вот эта штука. Тоже я ее покупаю в Сиднее. Это такая смесь в масле, чили и всяких орехов. И это все такое маслянистое, перемолотое очень, очень мелко. И это можно, ну, просто добавлять куда-то в карри. Это можно добавлять куда-то в рис просто или в рыбу. Это очень остро. Сейчас я ее открою. Это очень остро, поэтому с этим нужно аккуратно... Ой, открыла. Открыла и даже немножко облилась, ну, как всегда. Так, сейчас я вам покажу примерно, как это выглядит. Вытру только все. Вот такая вот штука, масса. Она пахнет очень хорошо. Очень маслянисто. Тут прям вот я вижу, знаете, орехи, кунжут, чили. Очень классно это готовить с креветками. Очень здорово это готовить с какими-то... с рыбой, с мясом. Я вот так отодвину, чтобы они мне не мешали. Красивые здесь лилии, и они пахнут. И прям вот дивно-дивно-дивно. Дальше я вам покажу вот такие вот деревяшечки. Вот такие деревяшки. И здесь прям существуют огромные рынки. Как мне сказал наш друг, это медицинские рынки. Я сначала думала, что это какие-то для продуктов, специи. Нет, это медицинские рынки. Это вот деревяшки. Также там можно купить рога. Тоже так нарезано. В общем, это все они используют в медицинских целях. Вот эта вот конкретная вещь используется при простуде, заваривается и пьется потом как отвар. Ну, это за гранью как бы моего... Ну, я понимаю, но я не знаю, в каких пропорциях. Я не знаю, как. Я думаю все-таки, что европейскому человеку, который никогда-никогда-никогда этим это не пробовал, никогда не лечился таким образом, может даже и не подойти такая медицина. Но это интересно, конечно. Окей. Дальше я вам покажу вот это. Оно закрыто. Я вам открою, но пробовать не буду. Потому что... Ну, вдруг нельзя. Это, конечно, прикол. Я думаю, это надо готовить, хотя не знаю. Это вот такая запечатанная штука. Это, как я понимаю, яичный желток. И вокруг свинина, наверное. Что здесь очень любят свинину. Вот такая штука. Я не буду ее открывать. Я не знаю даже, нужно ее готовить или нет. На упаковке, конечно, ничего не написано. Я могла бы понять. Но выглядит интересно. Может быть, это как-то в духовке запекается. Может быть, это так естся, как снэк. Не знаю. Так, дальше. Вчера мы купили вот такой фрукт. Нет, это овощ или фрукт. Это, как нам сказал наш друг, это зимний фрукт. Это именно сезонный. Сейчас зима. Было очень интересно. Он его чистят. И вот, знаете, как каштаны, вот такими вот кучами продают на улице прям. В нечищенном виде это такая, как маленький, как рамбутан, наверное. Не рамбутан. Вот такие фиолетовые, знаете, бывают фруктики. Такой ножкой. А в чищенном виде это вот так вот выглядит, как картошка. Ширая. На вкус тоже как сырая картошка. Сырая картошка немножко... Почему-то мне кокос напоминает. Очень свежий вкус. Очень такой водянистый. Ну вот прямо вот я сейчас из холодильника достала. Вкусно. Ну как бы это не вкусно. Это вот не вот тебе вкусно. Вот ты прям хочешь это есть килограммами, да, как какие-то фрукты. Нет. Это что-то такое необычное. Ну такой вкус. Вкус. Фрукт. Дальше я вам покажу. Это меня просто вообще. Ну не убило. Нет. Это вот в таких пакетах. Такой тоже снэк. Тут очень много продается чипсов там из говядины, из утки, из свинины, вяленое мясо. Все так упаковано. И вот это вот утиные языки. Я хотела вам показать, потому что это, конечно, дико интересно. Тут каждый язык упакован отдельно. Вот такая вот упаковка. Вот они утиные языки. И давайте я вам покажу, как они выглядят. Это, конечно, интрига. Сейчас я вам достану язык. Вот так он. Короче, утиный язык. Тут с хрящиками и с... с двумя косточками. И я сейчас буду пробовать. Это очень вкусно. Да, правда, вкусно. Это выглядит очень страшно. Некрасиво. Но на вкус это очень мясной вкус. Ну, вот утиный. Утиный. Я очень люблю утку. Утиный вкус. Вкус очень такой упругий, с хрящами. Очень так жуется звонко. Ну, вкусно. Я попытаюсь съесть это как-то более элегантно. Но на самом деле здесь кости элегантно, может быть, и не получится. Но я попытаюсь. Косточки. Естественно, это ест с руками. Хорошо. Вкусно. Знаете? Мне когда первый раз показали утиные языки, что так все любят, все прям заказывают. Их так вот не купить. Их нужно заказывать через интернет. Их привозят с какой-то там другой провинции, не знаю, с другого города. Все реально заказывают их пачками. У меня тоже такая идея получилась. Возникло это заказать. Времени нет. У меня получился такой мукбанг. Ну. Это вкусно. Утиные языки. Ммм. Ммм, 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 ммм. Ну, право вкусно. На вид неприятно, но когда ты ешь, это вкусно. Вот такие утиные языки. Они есть, вот сейчас я съела, не острые, но есть острые. Ну, острые тоже самое, та же самая фигня, только будет острые. Устрые я уже есть не буду. Показывать не буду. Дальше. У меня здесь вот такие яйца. Утиные яйца. Я так понимаю, это именно те яйца, которые они закапывают или вымачивают там в сыром соусе. В общем, такие специфические яйца. Давайте я одно почищу и попробую. Если мне не понравится, я здесь не буду. То есть, иногда, знаете, вот именно в китайской еде меня пугает, как бы, настораживает именно запах. Мне не нравится запах, и я, ну, не готова это съесть. Вот такое яичко. Оно, знаете, покрыто, как будто бы, воском. Такое восковое яичко. Вот тут водичка. Сейчас мы его... Ой. Сейчас я его почищу. Ой. Ой. Да, действительно, оно черное внутри. Ну что? Не знаю. Пахнет, мне не нравится как. Пахнет, знаете... Пахнет... Ой. Пахнет землей. землей, сыростью. Немножко такой... Ой. Ой. В общем, как смогла, почистила. Вот внутри вот такая штука. Видимо, это оно такое... Ой. Не, я не буду это есть. Ладно, давайте я сейчас разрежу. Окей. Давайте я разрежу, покажу вам внутри, что в нем. Ой. Нет, я не готова это съесть. Простите. Ну, оно реально тухлое яйцо. на вкус, на самом деле, как... как желе. Но... внешний вид... ой, запах... Нет, я не буду. Не. Пардон. Брррррррррррр. Я лучше еще пять языков съем. Нет. Ой. Фу. Отложу. Уже мне пахнет. Оля. Ну вот... Не то, что я какая-то неженка, нет. Я люблю разную еду, я люблю экспериментировать с едой, но вот какие-то такие вещи, которые вот... которые гнилые, которые там протухшие, как вот эту протухшую рыбу, знаете, на севере, вот ее в бочках вот мариную до такой степени, что вот она тухлая, 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 тухлая. Это считается прям деликатес. Я это никогда не могу съесть, только вот по причине отвратительного запаха. Пусть там вкус будет шикарный, но вот запах... Нет. Не мое. Это, конечно, плохо. Дальше. С яйцами покончили. Вот такие пирожки я вам уже показывала, или... Я не знаю, буду я выкладывать этот видео из поезда, как мы их пробовали, другие там. Это какие-то такие вот пирожки. Они называются husband, нам сказал наш друг. Husband они называются. Они вот так выглядят в таких упаковках в каждый пирожок. А вот такой пирожок внутри, как правило, у этих пирожков или фасоль, или свинина, или яичный желток. Вот здесь у нас, по-моему, свинья, ой, свинина, и, наверное, да, фасоль или желток, не знаю. Да, точно тут свинина, потому что оно очень пахнет сразу. Я не большая поклонница свинины, но попробовать стоит, конечно. странно. Странно. Вкус такой пряный, кислый. Давайте я вам покажу, как оно внутри выглядит. Я его разломила. Вот такая вот внутри кунжут, как желе. Не мое. Нет. Может быть, с утра с черным кофе, не пройдет этот номер с нами. Не пройдет. А дальше у меня есть еще пирожки вот такие. Это вот как раз с яичным желтком. Они, говорят, очень вкусные. Давайте мы их попробуем. За них бывают даже драки в семьях, кто съест последний пирожок. Ой, ну что ж, давайте попробуем. Та же тема в пакетике вот такой упаковки пирожок. Давайте я его разломлю, показать вам внутри, что. Я прям руками ломаю. Внутри такая масса из бинз. Бинз. Ну, фасольная, там, горох, все это перетерто и желток. это уже лучше. Лучше. это лучше. Да. Это я представляю, знаете, с теплым молоком выпить, скушать. С таким теплым, может быть, с медовым молоком. Вот эту вот пасту из из бинз. Это хорошо. понимая, почему они дерутся. свиньи. Все. Надеюсь, вам было интересно. Покажу еще раз яйца. У меня, конечно, яйцо больше всего потрясло. Вот здесь нарисовано, куда они его кладут. подают прям какой-то деликатес. Видите, тут добавляют в суп. Здесь как будто бы вот какая-то тарелка вокруг выкладывают. Но я прям сижу, у меня отсюда запах этот. Не могу. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите ваши какие-то эксперименты с едой, если вы там пробовали что-то такое необычное и так далее. Я помню, когда мы первый раз с моей подругой были в Китае, мы с ней так бодро пошли в какую-то китайскую забегаловку, заказали просто там все было в иероглифах, заказали, вот ткнули пальцем куда-то, съели. Это был какой-то суп с очень странным вкусом, с какими-то странными вообще что-то. Там что-то было очень странное. И потом нам было плохо. Нам было так плохо два дня. Два дня просто нашей поездки мы потеряли вообще. Мы там лежали, нам было плохо. И потом мы уже, конечно, ходили с людьми, которые знают, знают, куда идти, где есть меню на английском, потому что до сих пор здесь есть много очень кафе, именно такие нацеленные только на китайскую публику, и где-то продаются очень специфические специи, которые просто ваш желудок может не принять. Так что пишите, пишите то, какие эксперименты были у вас, какие случаи. Мне будет очень интересно. Всем пока. С вами была Аленка Блок из Китая. Чао-чао. Продолжение следует...